я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть в игру остров прошлой части построили на новом острове два домика и я вижу что появилась у нас проблема видите у вас алиса гир почти 70 лет от роду взяла ведро и пошла за водой фиг его знает куда короче говоря здесь нужно строить колодец вот и желательно конечно где-то его строить на улице они вот тут потому что это как-то некрасиво здесь скорее всего будет какая-то дорожка куда-то мы будем проходить возможно давайте посмотрим где мы можем сделать так как-то сделать так чтобы это нам не очень сильно кстати мы можем тут поставить да да не обязательно она вплотную делать дома сто процентов и это будет по моему абсолютно правильно вот так вот разворачиваем вот так вот строим строим после того как построим этот домик сделаем колодец кроме того нам нужны лавочки нам нужны деревья чем быстрее мы посеем посадим деревья тем быстрее они вырастут вырастут и мы сможем тогда наслаждаться зеленым видом нашего села так хорошо здесь мы сделаем обязательно когда это все появится вот кроме того по моему да по моему здесь у нас везде есть лавочки вот вот где я хотел еще лавочку поставить потому что но она здесь нужно сто процентов но здесь же колодец как же не посидеть не посмотреть кто ходит кто воду берет последние новости не получить но это нереально вот кроме того предлагаю также посеять посадить несколько деревьев которые будут красиво здесь выглядеть пару кустиков где-то посадить колодца должно быть вот где-то тут в уголке так совершенно голый у нас этот склад то же самое это не годится никуда так что то там ага хатку еще одну сделали прекрасно соответственно есть хатка будет и лавочка и кустик какой-то о смотрите да вышел лисогор лисогир лисогир вышел отдыхает помните пятеро шестеро не пятеро шестеро у нас приехали к сожалению пока что не не работают многие из них не работают потому что работы нету да ну давайте смотреть мы зарубить а двадцать а нет у нас все таки две открыты две работы где-то у нас открыты не все хотят значит идти работать как ни странно двести двадцать муки уже сделано вот у нас много разно рабочих видите ищет но не каждый хочет идти работать разно так но еще полмесяца и будем нанимать сюда людей тут тут всегда аншлаг в кузнице всегда тепло особенно зимой конечно я сам бы туда хотел посмотреть как из сырого куска металла бесформенного появляется какая-то вещь как куется искры во все стороны сыпятся тепло здесь весело и шумно постоянно в кузнице в общем не удивительно что там куча людей всегда трется так что мы еще можем такого полезного сделать на самом деле много мы можем полезного сделать давайте чуть-чуть ускоримся у нас вот это вот полейница курник который смысла сейчас конечно нету особого делать как только у нас появятся вот здесь вакансии давайте мы открывать будем потихоньку и у нас уже появится гонцы с других городов по крайней мере мы будем знать где что продается покупается и на что-то рассчитывать вот пришел тюхти богдан тюхти пришел работники но пока что я наверное не буду нанимать вот этот есть уже сможем новородына уже сможем смотреть где что предлагается уже хорошо вот смотрите алекса борода мы калаевых тоже трое работников классно 39 и 30 а дарко и олекса ну значит в этом году мы будем много строить много всяких вакансий новых открывать это здорово может быть и курочек купим может быть тогда вот этот курятник мы переместим немножко вперед ладно хорошо давайте посмотрим как строят колодец элементарно все пошла водичка набираться смотрите да тут тут у нас такое семейство что может быть две лавочки нужно вообще приехали андрей маколаев трех лет от рода все начинает таять река вода появилась сверху льда еще лед есть но вода уже сверху есть оттаивает потихоньку крыши смотрите да сосульки тут текут капает с крыш буквально весна скоро весна вот вот ну и строим последний домик пока что может быть в этом году посмотрим как у нас пойдет дело может быть я еще один дом построю но для наших уже потом то мы будем конечно же еще принимать потому что людей нужно реально много на всякие производства но пока что вроде бы как людей хватает на все рядом буквально ходит работать все река полностью смотрите лед растаял вот я хотел вот эту штуку развернуть немножко чтобы она вроде бы знаете как к солнцу стояла тут по моему тоже да потихоньку соберем сено тут уже сколько тысячу и тут пятьсот полторы тысячи с трех получается по пятьсот да с каждой за сезон сюда можем поставить такие же стоги сено вот а вообще все пошло все пошло тает все во дворе ребятня вы выскакивает из домов и говорит трава бегают по этой таве щипают зеленеет по чуть-чуть там понемножку ну весна пахнет весной уже так ну раз весна будем искать сюда работников трое трое сюда четвертого будем искать потому что лодки нужно будет ремонтировать уже в этом году некоторые на честном слове держатся буквально так здесь я так и не увольнял в принципе осталось это тоже у нас работает досочки возит вот может быть случится так что мы уже и не будем увольнять ну кроме рыбаков да и рыбаков все таки нужно будет потому что зимой они три месяца просто проедают что называется да можно там рыбу сушить там соль там где-то пересыпать и так далее но это не работа не та вернее работа которую я ожидаю так поля у нас вроде бы как запланированы да картошечка тоже пшеница подсолнечник гречка подсолнухи хорошо доделывает уже домик чуть-чуть буквально осталось и оформим мы село хуторок у села хуторок такой вот обычно знаете в таких вот в деревнях ну развлекаться то особо было нечем и те кто живут за рекой всегда ходили драться с теми кто с другой стороны потому что но это чужие да вот они через реку живут все чужие уже я уж не говорю о том что бывало такое улица на улицу ты на этой живет это значит свой а на этой это уже чужой какой-то и все развлечения так ну ты заберешь когда-нибудь отсюда 16 металла у нас кстати не так-то его много вот вот нужно будет металл искать кривник есть карта свиту мрефа наше место балаклия и деркачи это все города вокруг ну такие небольшие города вокруг харькова разработчик из харькова поэтому вот он сделал вот так где в той местности где он примерно живет там и появились города такие с такими же названиями вот это я понимаю выбежали вот так ты что смотрите вот это здорово вот это рванули все работать у всех есть работа оно интересно по нулям все 11 открытых вакансий но все знают что нужно поле обработать и буквально смотрите да как быстро недаром же есть пословица гуртом и батька лекше быты то есть когда толпой можно сделать любое дело так мне нравится это это будет правильно так ну я думаю что как только у нас соберется урожай это мы доделаем успеем вариантник на паузу это заканчиваем давайте мы тоже наверное пока хотя пускай строят чуточку осталось да только осталось крышу накрыть и все кстати вазы тоже отсюда далековато да может быть да мы здесь обязательно сделаем вазы тачки чтобы их здесь можно было поближе брать так как у нас же будут производства есть отлично может даже где то вот здесь имеет смысл поставить ну не хотелось бы застраивать прям сразу так пока что свободно берега не хотелось бы застраивать все таки как там если строение предназначено для того чтобы быть на берегу другое дело когда какие то лепишь ну вот это так можно было бы конечно и в другом месте но тут у нас такой кусочек непонятный такой зато пользуется популярностью все пошли резко все отдыхать да зато тут посеяли смотрите молодцы у нас еще половина марта не прошла они уже посели так и начинается у нас строительство олийницы растительное масло если кто не знает на украинском олия отсюда есть даже некоторые торговые марки олейно например так что у нас по деньгам мы давно уже сюда не за не захаживали не посматривали помните мы увеличили налог на жилье в два чем-то раза больше и смотрим мы получили 300 а у нас растраты 600 баланс минус 300 нам вот этот баланс нужно как-то восстанавливать потихоньку давайте мы чуть-чуть поднимем товары на 10 процентов и на жилье тоже даже вот так вот я знаю что некоторые тут ставят 4 200 процентов мне кажется это слишком тоже будет рад когда у него налоги так поднимутся так просто неимоверно потихоньку нужно потихоньку подымать обнимать но понемножку тогда не так будет шокирующим и кто у нас приехал оооооо тут еще пять работников нифига себе какая красота слушайте последние приезды это просто какая-то какое-то счастье 6 5 11 сразу работников приехала вот все молодые ивана добряна надия все незамужние все хотят куда-то съехать но я не знаю где они там жили наверное еще в худших условиях что переехали наконец-то у них свой собственный дом появился но теперь другая проблема как минимум нужно три дома построить чтобы они нашли себе пару и переехали туда и у них появились дети иначе так и состарятся без детей ну в общем ладно будем что-то выдумывать вот тут хочу вот хочу здесь и все триста сорок муки не спеша так ходят работают давайте тоже запустим вот и можно было бы сейчас отослать гонца но я хочу дождаться когда гонец сама нас прослышит и приедет потому что отсылание гонца стоит от 30 золотых и больше и металл нужно будет искать металл первую очередь иначе мы просто-напросто останемся без металла в скором времени принесите кто-нибудь уже эти остатки 16 до этот запланирую строительство кое-какое вода появилась до вода появилась здесь кстати тоже можно будет построить какой-нибудь магазинчик небольшой чтобы сэкономить время хождения за продуктами так и давайте глянем пока там суть до дела давайте посмотрим что у нас по поводу что-то такое хотелось бы сделать крутое новое вопнярка камынярня насколько она большое большое но ему тут место видите она просто по центру находится может быть вот эти не очень будут довольны селяне что тут стоит такое сооружение которое гремит постоянный там стук но что поделать мы заезжаем с этой стороны нам нужно будет ту сторону ехать но примерно здесь может быть где-то даже сможем вот так вообще да просто ради интереса сможем нет не станет место идеальное конечно был бы вокруг камней вообще не пришлось бы нам никуда ходить ездить и все бы делали ну примерно вот тут где то построим потом я даже сейчас планировать особо не буду потому что в этом нету смысла никакого вот а тем временем мы построили маслобойный завод если это так можно сказать немножко кривовато я тут все да но тем не менее стоит все нормально пока нанимать не будем это немножко на будущее так заканчивает тут закончили уже ну еще два поля в теории уже тут уже даже на начало расти картошечка рыбаки пришли да как минимум да нет все пришли все трое устроились так чё он потребует лагучиня должен по идее дядька его делать он у нас нанятый так ладно хорошо пока что еще не косильный сезон для этого всего так ну что давайте попробуем посмотрим сейчас население 19 открыто вакансий но безработица минимальная у нас я хочу посмотреть вот как минимум одна семья может смотрите получиться да вот есть крыло 25 лет и кто тут у нас добряна надия и ванна это совсем какие-то мелкие все тоже мелочь это я к тому что сколько строить домов и оставить их пока что для своих интересно будет посмотреть кого выберет кирилла тут вообще без детей как то так случилось да все везде очень маленькие дети то есть вот тут вот это вот на выданье тут у нас трое и нету пока что молодых пацанов которые могли бы создать семью поэтому смысла делать дом и оставлять его без иммиграции нету давайте мы вот так сделаем простимулируем короче говоря создание новой семьи посмотрим где мы можем ее поставить может тут а где же тогда эту каменярку ставить но явно явно в другом месте я думаю что вот как то так мы сделаем да но для этого мы поставим вот так ставим на паузу и делаем такой вот узенький узенький дворик такой вот а это убираем таким образом сюда будет проход здесь можем тоже что-то построить какое-то здание если нам понадобится и в то же время от улли улочка пошла центральная от нее уже потом будем да здесь в два ряда можно будет строить дома вот и здесь будут надеемся что крыло кого-нибудь таки выберет и прямо вот через двор да через улицу от своих родителей от бабушек дедушек будет жить они ему будут помогать внуков нянчить выращивать это нужно зафоткать красиво так хорошо что то я не вижу гонцов может вакансию открыть хоть одну на экспорт что то можем поставить но это только муку например можем экспортировать вот и ее сюда принесут да и потом мы может быть ее куда то отправим это если есть спрос на эту муку а кстати сколько у нас муки 400 ну не то чтобы много я так думаю что от 1000 можно будет дальше продавать гречки 1000 у нас картошки тоже немного я вам скажу пшеницы 1700 но это куда не шло сено 1500 это так себе пока что по продуктам так себе посмотрим сейчас что нам нужно будет в следующем году вот я думаю что какое то из этих полей оно будет полностью истощено и нужно будет сеять тут что они как то да ага вот так конопли мы будем сеять конопли ага это я просто попробовал что это такое понятно это можно кнопочкой сменить сейчас нельзя потому что оно засеяно все в порядке ничего не поменялось все нормально курятничек начали возводить прям живет село смотрите и вот здесь вот тот момент о котором я наверное часто уже говорил что например в этой игре все люди ну или почти большая часть людей ходит не просто так не бесполезно из одного угла в другой тыняется что называется а ходит по делам каждого можно отследить куда он идет увидеть что несет продукты несет воду строительство какое то происходит идет отдыхать там например идет в гости или идет в часовинку то есть у каждого есть своя работа и вот в отличие от скажем фермер симулятора я понимаю что там это немножко не о том не о прохожих но все же те прохожие которые там есть вот они ходят просто тупо по кругу и это очень сильно раздражает и хочется их просто отключить точно так же и трафик здесь же видите да у каждого своя работа ты можешь увидеть имя фамилию сколько лет где кто на ком женат где работает куда идет чем занимается вот отдыхает просто идет гулять может быть идет к соседам вот можем узреть да идет смотрите видите вышел со своего дома говорит пойду я это поговорю там кто тут у нас с добрыней нужно поговорить о том осен мне там досок нужно мне там помощь нужна там какая-то еще что-то вот он идет к нему и ждет когда же добрыня где добрыня у нас а добрыня у нас работает работает да к сожалению неурочное время пришел видите явно идет к этому председателю да к главе нашего села точно дела какие-то решать и вот это вот здорово что есть такая детализация что они не просто так туда-сюда бродят ну тут еще долго конечно а вот здесь уже заканчивает теперь там можно было бы и курочек купить столько людей сразу делает нам нужно их постоянно наверное держать в работе строителей у нас их шесть человек и желательно чтобы они постоянно чем-то занимались так интересно тут теперь смогут проходить может и нет кстати может быть вот так будут обходить потому что это считается что территория уже кузни скорее всего да посмотрим уберем одну угля рачку отсюда давайте мы выпорожнете переставим да вот сюда вот она точно никому не помешает может быть и две сюда можно будет поставить чтобы всегда уголь был в принципе они видите запасы приносят даже одной может хватить в теории так поехали строить следующую хатку для наших будущих молодоженов ну что друзья я пожалуй на этом буду с вами прощаться спасибо вам за то что смотрели не забывайте ставить лайк этому видео будем продолжать и всем пока